Верховный суд Израиля отменил ключевой элемент судебной реформы. В понедельник, 1 января, Верховный суд Израиля объявил, что поправку к закону, принятую в июле, признали недействительной, за что проголосовало ничтожное большинство – 8 из 15 судей, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой Наташ Санзегер. Поправка к Конституции лишила суд возможности принимать меры против «неправомерных» решений правительства, премьер-министра или отдельных министров. Критики предупреждали, что это может способствовать коррупции и произвольному назначению на важные посты. Причина, указанная в решении, заключалась в том, что поправка к закону, нанесла бы серьезный и беспрецедентный ущерб основным характеристикам государства Израиль как демократического государства, еще никогда в истории Израиля Верховный суд не отменял аналогичный закон. Протесты в Израиле из-за судебной реформы в апреле 2023 года премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о планах провести судебную реформу, призванную снизить влияние Верховного суда, однако это предложение встретило шквал критики. Противники реформы уверяли, что подобные изменения приведут к установлению в Израиле диктатуры, в результате страной прокатилась волна протестов, миллионы граждан выходили на улицы, чтобы не допустить принятия такого законопроекта. После Нетаньяху заявил о паузе в вопросе реформы, однако 24 июля Книссет принял закон в рамках судебной реформы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.